Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы так и возвращаемся в OneBitHard. В прошлых сериях мы раскрыли дело о гибели одной дамы, чьё имя, к сожалению, уже успешно забыл. Шитсуны Удзё, или Удзё. Как оказалось, убила её её дочь, которой всего 7 лет, а уже убийца, отчего добились вы в свои годы. Но, как оказалось, всё тут далеко не так просто, ведь тело жертвы, как оказалось, кто-то передвинул. Да и само убийство оказалось чуть ли не заказным. Однако, кто стоит за всеми этими действиями нам пока не ясно, но думаю, уже очень скоро эта тайна, если не раскроется, то появятся явные улики, которые позволят мне, детективу Авангарду, понять, что же здесь происходит. Хотя бы в общих чертах. Кстати, в меню вы должны были заметить некоторые изменения. Да, я решил таки поставить игру на русском, потому что были жалобы мою, но на английском не могу следить за сюжетом, ведь чтения от мистера Авангарда мне не хватает. Ну, а раз не хватает, то как бы бог вам, судья, будьте наслаждаться русским переводом. Ведь вы могли узнавать, так сказать, информацию из первых уст. Кстати говоря, на русском я тоже таки не понял эту тему с передвинутым телом. Почему? Мы как бы пришли к таким выводам. Наверное, тут надо лучше представить весь процесс повешения. Ну да ладно. Так, что же, пока нам, впрочем, заняться нечем, так что давайте навестим нашего братишку на нас. Интересно, а кого из героев можешь считать главными вообще в этой игре? Вообще нужен на нас. Ну, то есть, понятно, что мы не чувствовали себя одиноко, а также ради приятного чувства ностальгии. Ведь столько мы с тем персонажем прошли в первом ванбите. Столько всего, что я, к сожалению, уже плохо помню, что же там было. Но я собираюсь таки подружиться со всеми людьми в первом ванбите и посмотреть, наконец-то, хорошую концовку. Но ближе к делу. Доброе утро, Миссан Эйтян. Доброе. Ты отдохнул? А ты когда-нибудь видела меня устало? Ты же бывший затворник. Поражайся, откуда у тебя столько сил и энергии. Наверное, это сон отнимает много сил. Какое только у пожилых людей. Нанаса, возможно, ты не чувствуешь усталость на твое тело, да. Да, блин, какой-то дежавю. Вот недавно такой разговор вел с одним человеком, похожий. Думаешь? Именно. Может быть, чувствуешь себя вялым? Ну, возможно. Я чувствую усталость в твоем голосе. Почему бы нам немного не отдохнуть? Где же? Ну, я не знаю, поспать может. Отличное место. Особенно для затворника. Сидеть в своей комнате в отеле и никуда не ходить. Может ли быть отдых лучше? Хм, здесь есть что-нибудь еще? Для начала давай выйдем в вестибюль. Как скажешь. Так. Нет, надо остановить себя, прекратить сохраняться. Кстати, как я писал в группе, мне недавно задонатили аж 20 рублей. И это потрясающее событие на самом-то деле. Потому что мне никогда в жизни ничего не донатили. Теперь мне есть 20 рублей. О, какая женщина. А, да, вы. Не найдется? Минутка. А вы это мне? Да-да. Я просто хотел кое-что спросить. Вы не видели поблизости пугающего? Блин, я что-то не прочитал пугающего бомжа. Я не знаю почему. Пугающего блондина. Блин. Вот так живешь, живешь, и там понимаешь все все мысли о бомжах. Тьфу-тьфу-тьфу. Пугающего блондина или лучшего парня с черными волосами? Просто личная команда, это идеально. Блондин или парня с черными волосами? Нет, я никого не видела. А, вот же. Куда же они могли пропасть? Они заблудились? Может и так. Вечно делать все, что взбредит в голову. Они ваши братья? Нет, отнюдь. Мы одноклассники. Мы учимся вместе в музыкальной школе. Ага. Это замечательно. И вы там. А вот. И блондин. Эшли, а ты чем тут здесь занимаешься? Что? Циц, это мои слова. Ну, блин, как думаете, кто же из этих людей погибнет? Кто из них окажется преступником? Я все-таки ставлю на улыбчивого парня в черном. Точнее, черного улыбчивого парня. Ты один на мода? А где Сатака? А, этот. Он сказал, что будет принять ванну для ног. Хотя, блин, очень часто люди умирают после подобных водных процедур. Так что, не будем ставить ни на что. Снова ему пришлись по душе эти ванночки. Скажи, это алкоголь, не так ли? А, это? Ну да, похоже на то. Питая своим пивом. Надеюсь, на этот раз ты не будешь лежать где-то под кустами пьяна. Да, нормально, все путем. Кроме того, Сатака же здесь. Сатака тоже пьет, да? А, возможно. Извини, что мешаюсь, но как в мотиванночке? Они облегчают нож, лежащий на ваших плечах. Облегчают нож? Полагаю, да. Они способствуют хорошей циркуляции крови. Ну, это не то, что мне нужно, но спасибо. Значит, пойдем туда? Что еще за значит? Ну, нам больше некуда идти, блин. Вроде что тут было очень много развлекательных программ. Я бы на их месте вообще пошел, посидел в тот сад. Посмотрел на котов, на садовника. Садовник, кстати, скорее всего, как бы главный преступник. Потому что дворецка в этой игре что-то не заметил. Метом логического исключения остается садовник. С которым мы познакомились и даже не общались. Больше в первом акте. Идем к вам. О, конечно, если хотите. И да, если идите там сатаку, можете передать ему, что кое-кто вы ищет? Как он поймел, что это сатака? Хорошо. Так и сделаем. Простите за беспокойство. И спасибо. А ты добрая, мисс Анетян. Только мы не знаем ни имени этой девушки, ни кто такой сатака. Девушка зовут Эшли. Я как детектив внимательно слышу их разговоры сразу это понял. Я это понял еще, когда ее только увидел. Ну, блин, она с правильной вещью говорит. О, ты уже утомилась? Думаю, девушку зовут Эшли, а сатака пари с черными волосами. Ну, блин, я уверен, что в отеле ровно один человек с черными волосами. Хотя, если подумать, то других-то мы пока вроде и не видели. Можно было догадаться из-за разговора. Прости. И спасибо. Блин, унизил просто нас на нас. Не стоит. Теперь давай расслабимся. Конечно. Лисер, как мне нравится рисовка в этой игре. Такая она милая и стильная, я бы сказал. Алло, женщина. Не хочется с нами общаться. Впрочем, стоит ли удивляться. Алло. Блин, куда я попал? Так это и есть нужная ванна. Ну, попал я куда надо. На место преступления будущее. Судя по всему. Как это и есть нужная ванна. Какой приятный запах. Он накутал мне с ног до головы, еще до того, как я вошел сюда. Ну, на нас и вперед. А? Разве ты не пойдешь со мной, Мисанатян? Не люблю ходить босиком в общественном месте. Быть не может. Тогда почему ты с собой наносишь такую короткую юбку? Мне хороший фасон. Что? Ладно. Никогда такого не делал. Должен сказать, здесь тепло, уютно и замечательно. Но нас явно не из тех-то хорошего, что-то происходящего. Ну, такого, чему я говорил про 20 рублей. Просто это было очень приятно. Можешь сказать, новая веха в моей жизни, я получил донат. И я буду беречь эти 20 рублей, как главный, только цен в своей жизни. Хотя мне сказали, что это мне на покупку пирожка в школьной столовой. К сожалению, я же не учусь в школе. В моем институте, наверное, 20 рублей ничего стойчивого и не купишь. Ну, давай. Все, оставили денежную тему. И давайте полностью схрестнемся, так сказать, с игрой в общении. Господи. Секунду я вытащил эту фразу. Надеюсь, никто не знает. Ай. Что это было? Краб? Краб? В ножной ванне? Ага, он мой. Ты еще что за мразь? А? Этот... Блин. Не преступник ли? Не преступник ли? Не преступник ли это? Этот краб? Ага, ага. Эй, а разве он не слишком красный? Может, нож отворился в этой воде? Может, блин, или это девочка? А, может, господин-то ваша вина? Что? С ваш штраф 3 миллиона иен. Деньги вперед. Вау, всего лишь 3 миллиона за прощение. Прошу, прекрати. Извини, ну как тебя зовут? А? Меня? Яна Мара. Ну, вам нет никакого дела до этого, верно? Верно? Мне вот из дела до того таких кюнета или тян. Девочка или мальчик. Какой-то, я не знаю. Андрогин. Я просто хотел убедиться. Значит, он не сатака. Ну, блин, понятно, что он не сатака. У него же не черные волосы, тем, может, у миссаны дельтонизм. Я не знаю, я зря ее осуждаю. Эти штуки, что вы носите, просто нечто. Да, мисс, парням такое нравится? Как грубо. Очевидно, что в этих ушках миссаны дельтон милее всех. Ну, какая разница? Вот какие между вами отношения? Мы партнеры? Настоящие? Настоящие? И что вы делаете? Я притягиваю проблемы, а миссаны дельтон решает их. Знаешь, какое мне было прозвище? Знаешь, откуда они эти шарабы были? Без понятия. Наношальная катастрофа. Это как национальная. Поняли тонкую шутку? То есть никто не хочет видеть тебя поблизости? Яблочко. Извини, ты не видел здесь парня с черными волосами? Пушки, правда, милые. Правда, сначала подумал по инерции, что это он про ее юбку. С черными волосами? Да, я знаю его. Правда? Но я вам не скажу, мне придётся его убить. Попались. Вот он и убежал. И что нам теперь с ним делать? Даже если предположить, что мы его ещё встретим, нам больше ничего от него не нужно. Да блин, это явно не будет преступником, к сожалению. Если персонаж меня раздражает, скорее всего, он не будет плохим человеком. И мне придётся самому-то с этим жить, с этой проблемой. Нет, я о крабе. Наверное, лучше отнести его прохват на место. Так точно. Крабы. Ах, какая чудесная ванночка. Миссаны тянуты в порядке? Не, я наслужусь в ванной, когда тебя не будет рядом. Блин, это обидно. О, это жестоко. Пошли уже. Ладно. Блин, мне кажется, вот на нам... Я всё-таки как-то больше ассоциирую себя в этой игре с на нас, несмотря на то, что управляемые миссаны... Мне кажется, нам не оказывают должного уважения. Так... Ну, в общем, тут ничего интересного. Здрасте. Слишком много, но уж персонаж на квадратный метр... Фу, прости. Время так незаметно пролетело. Я же думал, что просто напью силу смерть. А, это же вы. Сатака сам пришёл ко мне. Он был в ножной ванне. Ли, в ножной ванне так странно звучит, как вот это ванно с ножами. Ли, ну страшно об этом думать. Ванно с ножами-то, наверное, что-то из серии фильмов. Пила прямиком. Должно быть, вы просто не заметили его. В любом случае, я всё равно должен был вернуться. А, а где нам вот-то? Он пошёл искать тебя. А, правда? Я так жаль. Я надеюсь, что мы обсудим наш следующий конкурс. Мы всё никак не можем собраться. Блин, прям жизненно. Ли, ну все эти фотографии, знаете, это звучит так, будто сейчас проведёт что-то страшное. А? Вы ребята из Мускального колледжа Синего Солнца, да? А? Да, мы оттуда. А что? Ну, знаете, я ещё никогда не говорил с ребятами из престижного колледжа, которые на всех соревнованиях не оставляют конкурентам ни шанса на победу. Плюс ко всему, о вашем тревоге все наслышаны. Могу и сфоткать вас. Кажется, вы уже это сделали. Чёрт, привычка. Вот до чего доводит эта работа. Хотите взглянуть на это фото? А, нет, не стоит. Ну почему? Посмотри. Блин, чёрный парень сто процентов умрёт, думаю, убийство и зависть. А почему? Посмотрите, получилось довольно мило. А, нет, я просто терпеть не могу. Как-то прикасаться к чему-то, чего уже касались другие люди. Поехавший. А? Ну, это же мерзко. А, ну и ещё. А, не берите в голову, высота, как просто гермофоб. Гермофоб, чтобы это знать. О чём-то надо узнать. Паническая боязнь микробов. Вы довольно молоды. Работает фотографом. Я Рума Хатанако, репортер. Рума, энергия себе отключён, как и всегда. Это хочется есть, нужно работать. Могу я попросить у вас представиться? Я Эшли. Наша трёх, как три мушкетёра. Простите, назашу. Можешь с атакой? Очерёд, точно. Я с атакой фашими. Ничем особенном не выделяюсь среди этих двоих, но приятно познакомиться. И что-то я не вижу всей мушкетёра. Куда он пробил? Может, его убили? Куда он пропал? Точно, на Мото. Он кое-куда ушёл. Чтобы кое-кого найти. Ха-ха. Ха. О, боже. Я так надеюсь поговорить со всеми. Тоже с ним не поговоришь. Кого? Блин, наверняка он уже не желез. Эти трое известны. Они три осеннего солнца. Все трое выиграли золотые медали на конкурсе пианистов. И тем самым, я бы сказал, привлекли внимание музыкального мира. А вы двое сейчас ничем не заняты? Ну, можем пойти за на Мото. Почему мы тоже должны? Ну, с дорожки, хаданаки, топографический кретинизм уже, знаю. Она плоха в поисках, вот почему. В любом случае, просто походим вокруг. У нас нет ни единого предположения, где он может быть. Возможно, мы случайно наткнёмся на него где-нибудь. Твоя правда. В каком-то роде это патрулирование, а не поиски. Пройти за бесконечные просьбы. Будем здесь, так что если бы... А мы всё равно их не выполняем. Какая разница? Никаких проблем. Если найдём его, то скажем, что обошёл к вам. Нет, у нас уже приятнее мысли, как бы, что чёрный погибнет, как бы. У нас его нет. В этой комнате его тоже нет. Где же он может быть? Ну и, блин, не хотят с ними общаться. Кстати, какая информация? У нас, наверное, есть информация о всех новых. Так. Тём богача, фотограф, садовник, тот самый подозрительный персонаж этой истории. Котяры. Котяры. Хрупкая девушка, занимается музыкой. Представительный лидер музыкального трилы 21. Сталкиваем он 21 мужчина, занимается музыкой, любит выпить перфекционизм. Это таки мальчик. Вечно усмехается, нахально, ему нравится деваться на взрослый. И, скорее всего, заплачет свою жизнь в тюрьме. Какой информации интересной у нас нет. Почему заметки не перебили, кстати? Ну, бог переводчику судья. Алло. О, вот. Так, ну, нужной в ванне его нет. Ну, наверняка, он есть в саду. Что-то случилось? Козы? Блин. Блин, на английском-то было проще. Козы? Козы, точнее. Эти рухи нигде нет. Человек-коза. А владелец ничего толком не говорит. Что я делаю? Мужчина. Ах, неужели это он? А? А вы должны быть... Блин, у него флывок с британским флагом. Кошмар. Вы должны быть господиной Мота. Для тебя на Мота. Что, у тебя зуб на меня? Не, 100% черный погибнет первым. Это даже не шутка. Никаких зубов? Ни единого. Просто хотелось поговорить с вами. Поговорить? А, так ты фотограф или типа того. Не хочу. А? Почему это? Что думаешь, Майгрина фортепиано? Ну, узнаю этот взгляд. Ты думаешь, ничего не понимаю? Я же поговорил с этим. Это вовсе не так. А? У меня есть друг, который выглядит как хулиган. Но он играет на пианино. Так что я чуть не удивлен. О, это же, блин, тот парень. Помните? Вот такой с красными волосами. Звон битхару. Так, сожжим не помню, как его зовут на букву А. Помню, его имя еще осень означает или что-то подобное. Акитако вроде, да? Ну, кто я играл или смотрел этот? Догадывается, помни. Ага. Так что я чуть не удивлен. По сути, неосоответствие образа и действительности. Это очень мило. Блин, тоже у меня есть такие люди. Не знаю, даже не люди это. Ха, это точно. Мне даже радость одинаково выражает. Кстати говоря, я шли искал вас. Я шли, а что с атакой? Она нашла его. Ну, а я же за ним шел. Поверь, он сам сказал, что он принимает нужную ванну, но туда он не пошел. Очень подозрительно. Нужно пойти за ним. Будешь что собирать здесь делать? Ну, я бы здесь немного отдохнула. Ладно, тогда остаемся здесь. Поняла, поняла. Спасибо за помощь. Миссанэтиан, тебе нравится это место? Да, оно самое спокойное из всех. Ну, вчера столько всего произошло. Давай расслабимся. Да, давай отдохнем. Так, мистер главный преступник. Эй вы, добрый день. Вы выглядите вяло. Все в порядке. Но столько очевидно, не особо, просто очутки. Работа с растениями дает о себе знать. Тот парень тоже выглядел озабоченным. Тот парень Ванамото? Ага, о нем. Можете отдохнуть здесь, если остали. Здесь ничего плохого в том, чтобы податься с вами желанием. Только иногда они могут дорого вам обойтись. Блин, это что, угроза, господин садовник? Что-то не так? А, ну, ваша волоская слушай, но обо мне успокаивает. По-моему, я так наоборот. О, неужели? Мне редко дает комплимент. Я же краснею. Что? А что обо мне скажешь? Она связнать тебя уже довольно долго. Ты и сам знаешь ответ. Я не экстрасенс, так что говори прямо, иначе ничего не узнаю. Ну, у тебя же есть способность считать разум, разве нет? Ну, не нужна моя способность, чтобы понять тебя. Неужели? Знаете, лучше отношение до тех, в которых партнеры понимают друг друга без слов. О, коты. Блин, ну, возможно, я ошибаюсь. Садовник просто сваха местный. О, уже пора. Настало время покормить вас. Ну, знаете, у него интересное отношение с котами, как мы помним, в прошлом деле фигурировал кот. Шиноба, вы следите за кормежкой котов? Нет, обычно нет. Просто кот завтра пока еще не вернулся. Наверное, он до сих пор на допросе. А, точно, точно. Он сказал, что вернется ближе к вечеру. Интересно, что же произошло? Ладно, наверное, нам тоже пора на обед. Вы правы. Пойдем на нас? Ага. Ладно, постречам. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Коворю, конечно, нет. Зато приятно, что ты игре всего три локации. Что ж, я пообедаю, а затем немного соревну. Просто не наберешь вес, если сразу после этого ляжешь спать. Дольно бесцеремонно. После сна я буду много двигаться. А ты на нас, это тебе не нужен сон. Я довольно-то спался, когда затворничал, так что нет. Не думаю, что это что-то значит. Вы-то проснёшься, и тебе будет нечего заняться, приходи в мой номер. Хорошо, так и сделаю. Славно, достающе. Очень романтично. Проспал довольно долго. Уж где-то милосильнее, чем думала. А сейчас я бодрай полно сил. Пожалуй, стоит пойти к нанасам. Как он не просил. Эй, миссан и тян, стремнуло? Что-то у меня дыхания не хватает уже. Так глубоко вдохнули. Да, неожиданно для себя я пролежал гораздо дольше обычного. Да? Ну это хорошо. А ты что делал все это время? Играл в мобильные игры? Тебе и прям нравятся игры. Если ты как я не можешь разбрасываться деньгами, то можешь разбрасываться свободным временем. Прошу, на работе не тратить время впустую. Не закойте. Когда я на работе, то все мои внимания лишь на теле, миссан и тян. Плохо дело. Миссан, это конец, наконец-то, наконец-то. Рум? Что происходит? Произошло. Происшествие. Происшествие. Кого-то... Кого-то убили. И да, второе убийство за два дня. Это успех? Спокойней. Где? Точно, в ножной ванне. Да я знал, я знал, все предсказуемо, к сожалению. Точно нужно поспешить. Это убийство и зависть, и черного черного убили. И был ли я прав? Раз не помню, как его зовут. 71. Ну вот этот. Блин, ну вдруг убили блондины. Надеюсь, убили-то. Ну, тян-то точно не убили. Хотя, скорее всего, она и есть преступник. Она наименее подозрительна. Нужная ванна. Тяню. Ну, сейчас узнаем. О боже, а тело расчленили? Это с атакой. Да, я же говорил, черный умрет. Я читаю, читай игру просто на опережение. Возле ванной банка пива. Неужели он, типа, напился и уснул? Прочина смерти. Не утопление. Кажется, это яд. Линия показалась, или у него не было ни рук, ни ног? Яд? Да. Причем быстродействующий. Яд. Кто-то отравил его? Пока не уверены в этом, но точно могу сказать, что это не несчастный случай. Именно. Давай я осмотрю место преступления. А? Что-то не так? Хм. Раз ты почувствовал, что здесь есть кто-то еще. Там, за деревом, да? Ты? М? Да, я все это время был здесь, конечно. Хажется, здесь неприятности. Ты видел, что здесь произошло? Ммм. Не особо. Не здесь, но я видел, как био-образил парень и девушка, с этими его с вами разговаривали. Так эти трое смогли собраться вместе? Ладно, я наеду их. Прошу собраться всех еще раз вести били. Полагаюсь на тебя. Хорошо. На Мары пойдешь со мной? Зачем? Эм. Намереваетесь забрать меня на несколько вопросов? Я буду рад, если ты пойдешь со мной. Больше искренности. Хорошо, пойдем. Умоляю тебя. Я сделал буквально все. Сойдет. Ладно, я иду. В таком случае мы заимемся осмотрим. Так точно. Ясно. Я всегда в полной готовности. Нас ждет... Ну да, ничего интересного. Лично меня замечает отопево. Выглядит так, что он имел прямо в ванне. Однако не могу пока сказать, стоит ли считать это уликой. Сделаю пару замечательных фото. Так, давайте осмотрим все и закончим серию. Здесь нет особых изменений. Окружение точно такое же, как не было до происшествия. Думаю, что Сатаха был удахал, если в один не смог выбраться. Ай, блин. Ну да, если это нам показывали ванну, то его тело просто сплыло. Поэтому мы не видим руки-ног. Или их просто не нарисовали. Типа зачем? Ниже округ следов от берега воды. Возможно, в сфере наступило сразу же, либо у него не было сил сопротивляться. То есть, место... Все прошло чисто и быстро. Ага, не похоже, что он сопротивлялся в воде. Если бы ему на силу дали я, то думаю, он сопротивлялся. Пока логично предположим, что я попал сюда через бутылку пива. Вот выиск, на который описаны преимущества ножной ванны. Ножная ванна не глубокая, но тело с атаки полностью промокло. Так, я и зашум в день свалился в ванну. Все, мы на заметку. Да, это важная деталь. Это вино, полагаю. Этикетки на бутылке нет, но... Да, я уверен, что это вино. Еще в нем содержится небольшое количество яда. Мисаны, ты пьешь? Я еще несовершеннолетняя. Вау, проси за это. Ты в ростах хорошо в своем деле. Я думал, что просто низенькая женщина. Да, мне часто говорят, что я веду себя старше моего возраста. Это комплимент, знаешь ли. Знаю. Вода была коррестально чистая. Я как бы подумал, что через какое-то время здесь можно выделить из рейтруб. Если я так подумал, на какое-то время люди страшно хотят для ног. Только представь, что-то внезапно хватает тебя за ногу, и на такой глубине даже не утонешь. Что-то с крабом. Тело шерта было обнаружено в этом месте. Причем на смерти и яд. Причем остродействующий. Тело шерта было прямо здесь. После того, как его отравили, он рухнул вниз. Также обнаружено лекарство от простуды. Что? Лекарство? Унорочно наряду с другими двумя. Возможно, он был простужен, так что не могу сочетать, что это подозрительно. Разве стоит простужным принимать нужную ванну? Я не уверен. Говорит, стартные люди же держат ноги в тазике с телкой водой. Лекарство, алкоголь и яд. Он принял их в этом порядке. Ты даже это можешь узнать? Да. Но пока не могу сказать наверняка, что эта информация нам пригодится. Боже. Глаза морковать не успеешь, и технологии уже вот до чего дошли. Смотр завершен. Травленное вино. Травленное вино, да. Думаю, он отпил из бутылки и умер, но ты же не думаешь, что он совсем подошел яд и выпил его, верно? Все возможно. Умирать так с песней. Не хотелось бы в это верить. Скорее всего, Сатака с киндзл встретился здесь, и этот кто-то отравил вину. Но Сатака не из тех, кто потерял ее бодительность. Ну, во всяком случае, во время интервью именно таким мне и показался. В таком случае, вероятнее, сделалось, что это был знакомый. Даже если предположить, что это друг, то Сатака все равно была бы на чеку. Мне интересно, как виновник удалось подсыпать яд вину Сатаки, учитывая то, что он не трогает чужие вещи. Так что, если бы этот кто-то брался за вину, то он бы, наверное, не стал бы его касаться снова, да? Из понятия. Мои старшие такие мозги отказываются думать. Нельзя рассчитывать на то, что преступник действовал настолько необдуманно. Что остается? Здесь множество подсказок после смерти Сатаки. Более того, если это такой же преступник. Ты имеешь в виду такой же, как Мироя? Ну, я надеюсь, что здесь не бродистого пища убийц. Хотя, если говорить им Мироя, то кто-то внушил ей, что она должна убить свою мать. Это значит, что здесь и есть несколько преступников. Вот бесхребетные трусы. В любом случае, возьмем эти доказательства и направимся вниз к нам на нас и остальным. Приказ будет выполнен. Искусственные растения. Но они отличаются от настоящих по виду и запаху. Здесь жарко и важно. Скорее всего, некоторые из них искусственные. Чувственные. Фи, плацебо. Держи. Ну, это не, не важно, информация. Он на нас и пьет. И никогда не видел, что он пьет. Мне и самое интересно. Видишь ли, у него не так много вещей, которому не нравится. Интересно, а как он идет себе? Как он напивается? Смесу и шутит? Передает трубку выше или же становится любвеобильным? Или все вместе? Ничего себе. Пожару мы тоже полоскать свои ноги. Ага. Я делю это то, что мы знаешь. В нашем мире столько стресса. Нужно хвататься за лягу и замочить не расслабиться. Понятно. А, ноги себе напечкал. Раз я жертву принял в последнюю очередь, то это значит, что пока сота карасована в одиночестве, кто-то подложил яд бутылку. Я... Сейчас можешь вполне заметно добавить яд? Это сложновато. Воистину. Пока не могу выдать какую-то теорию без допроса. Ладно, давайте закончим серию. С вами был Vanguard. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, мы разгадаем эту тайну. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии.